Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают в Нижневартовске и Мегионе. Это будет уже вторая партия груза, которые два города направят на юг. Сейчас организаторы акции решают, где будет конечная остановка в Ростовской области или в Донецкой Народной Республике. Запрос на гуманитарную помощь остается прежним. Жанна Кузьмина продолжит тему. Пластиковые пакеты, доверху набитые продуктами, крупы, сладости, консервы. Это лишь малая часть того, что купили и принесли вартовчане за пару дней. Людям просто кому-то тяжело, почему бы не помочь, если мы имеем возможность такую. А кто-то ее может быть не имеет, у кого-то трудно, проблемы какие-то. Почему бы не помочь? В Нижневартовске сбор пожертвования организовали в здании муниципального управления ГОИЧС. Здесь принимают и сортируют вещи. Только упаковки бутилированной воды. Подарок от одного из нижневартовских предприятий заняли целую комнату. А в эти ящики складывают консервы и средства личной гигиены от неравнодушных вартовчан. И люди продолжают идти. Это уже вторая по счету машина гуманитарной помощи. Первую собрали буквально за сутки. Все то же самое будет. Как такового, чтобы там чего-то больше, чего-то меньше. Ну, в основном здесь вещей, конечно, будет в этой машине побольше. В основном ушли все продукты питания, бытовая техника. Ну, а в этой будет побольше вещей, скорее всего. Пункт сбора гуманитарной помощи в Мегионе. Здесь также принимают одежду, детское питание, подгузники. Те вещи, в которых сейчас так нуждаются переехавшие с Донбасса семьи. В городе проживает большое количество украинцев. Действуют две общественные национальные организации. Поэтому многие жители отнеслись к этой ситуации как к своей собственной. Очень болью отразилась. Это такая боль. Я прекрасно понимаю, потому что я родом сама с Украины. У меня отец украинец, мама русская. Так что это боль общая, наша боль. И мы должны помогать нашим братьям, сестрам. Желание помочь высказал и гуманитарный добровольческий корпус Югры. Волонтерам предлагают выехать в Ростовскую область или работать с переселенцами в самом округе, оформлять документы и содействовать в трудоустройстве. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск, Мегион.